Вот здесь уже не видно ни машин, ни туристов, но такое пустое место, потому что, очевидно, так далеко, уже никто не запирается. Мы едем на расстоянии 12 километров, в самый краткий вот этого огромного квадрата, 200 квадратных километров. Ну, просто уже не все, наверное, выдерживают такие большие расстояния, и действительно, они, возможно, подъять необъятные. И вот так выглядит это местечко, Та Сон, в которое мы прибыли, это новое место для нашего исследования. Здесь уже не так много, да, вот как я уже сказала, туристов, но мне здесь уже нравится. Это вот тоже такой замок, который не был восстановлен полностью, и мы опять сможем наблюдать единение цивилизации и природы. Вы знаете, вот здесь прямо такая череда этих замков, которые переходят один в другой, вот по таким воротам. Ну, можно отклониться в сторону и обойти по кругу. Я думаю, что туда мы пойдем прямо, а вернемся как-нибудь вот в какой-нибудь стороны с одной. Потому что вот там я вижу такие деревья, опять же, мощные, красивые. Вот, надо же, как сохранились за тысячу лет, вот эти все рисунки на стенах. Столько мелких деталей, что вот можно смотреть и рассматривать, стоять и рассматривать бесконечно. Вот очень интересно то же, что внутри. Я не могу себе представить, как эти камни держатся друг на друге. Вот она высота. Страшно вообще, очень страшно. Такое ощущение, что все это сейчас может рухнуть. Вау! Между входами в эти башенки, вот из одной во вторую, между переходами, находятся маленькие дворики. Тоже с такими, как бы, скульптурными сооружениями. И вот с такой штукой, где, скорее всего, был фонтан, вокруг этого столба. Вот оно. И помимо входа в башенку, можно вот так обойти кругом. Ее, наверное, в каждой башенке, может, жила какая-то семья, я не знаю. Вот. И здесь прямо как домики отдельные. И между ними камни, фонтаны. Арочки какие-то. И Рикардо. Я вот хожу и представляю себе, как они утром просыпались, выходили вот из этих своих домиков во двор. Собирались, разговаривали друг с другом. Сидели вот на этих камнях у фонтана. Это что-то прямо нереальное. Я нигде себя так не чувствовала, как здесь. И что самое приятное, что здесь очень мало народа. И поэтому можно ходить, вот это все спокойно рассматривать, разглядывать. Никто тебе не мешает. Конечно, видно, что вот деталики здесь почищены, подреставрированы. Немножечко, видите, подклеены. Здесь вот такая вот штука, на которой они, очевидно, готовили себе еду. Разжигали огонь. А потом расходились вот по боковым комнаткам. Я не устаю поражаться, как они без техники могли запереть вот эти все камни друг на друга. На такую высоту, это невероятно. Здесь я не знаю, сколько метров, но очень глубоко. Вот отсюда, вот она, какая высота. Мы решили присесть, отдохнуть вот на такой камень. Представляете, посидеть вот на таком тысячелетнем, на такой вот тысячелетней истории. Чтобы башни не падали, здесь понаставили вот такие подпорки. Но все равно они смотрятся так ненадежно. Очень, на самом деле, очень страшно здесь стоять. И вот здесь, посмотрите, опять это дерево, которое вросло в здание. И вот то, что мы видим на всех картинках. Вот это вот дерево, которое вросло в башню. Это, конечно, вообще что-то нереальное. Вот тут очень хорошо видно, как джунгли захватили вот этот город. Она, видите, обзила эту башню. Вот какие-то улиточки здесь сушат или продают, я не знаю. А девочки ходят вот с такими корзинками и продают сувениры. Еще один взгляд. Вот это, конечно, вообще-вообще. И вот здесь, пожалуй, лучше всего видно, что может вытворять природа. Какая она сильная. Если она смогла победить такой камень, то уже что говорить о современных сооружениях. Ну вот еще раз, а с другой стороны. Вот оно, дерево, видите, которое росло прямо в камень. Можно часами сидеть и смотреть на эту красоту. И уходить совсем не хочется. Но, тем не менее, все. Вот мы дошли до края замка и отправляемся в обратный путь. Вот здесь еще посмотрите. Пытаются, как могут люди, пытаются сохранить этот замок. Мы покидаем это место. И нам вперед, навстречу к новым приключениям. Вот сейчас я вам покажу по карте этот райончик. Вот вчера мы были в Ангар-Вод. Вчера мы были в Байон. И вот сегодня мы посетили два места. Вот это Тапром первый разрушенный замок был. И второе вот сейчас только что мы вышли из Тасом. И все-таки мы не удержались и остановились у одного вот из этих замков, чтобы показать разницу в строительстве. Вот это уже было построено, наверное, 400-500 лет позже. И посмотрите, вот это уже кирпич такой. Вот это уже совершенно другой принцип строительства. Тоже впечатляет, конечно. Так, я прохожу и открывается вид. Такой завораживающий тоже вид. Вот посмотрите, тут прямо какое-то невероятное смешение стилей. Древние камни, вот потом что-то как будто бетонное. Дальше пошел кирпич. И в результате вот получилась такая башня. И все башенки здесь, в этом замке, деланы вот в таком стиле. Хорошо, что мы здесь остановились. Я еще думала, буду сидеть в машине. Пусть Рикардо идет один, устала. Но вот сейчас я очень рада, что я все-таки нашла в себе силы сюда идти. Потому что я бы никогда себе не простила, если бы я не увидела вот этого. Сейчас я еще и пойду туда наверх обязательно. Вот это да! Просто захватывает дух вот от этой высоты. Вот здесь такие статуи огромных львов, наверное. И в конце концов мы забрались на самую вершину. Вот я вам покажу вид. Вид отсюда. Солнце палит, конечно. Но, честное слово, это стоило того, чтобы сюда прийти. Встали, уже не дышим. Но идем, идем навстречу приключениям. Ну как можно вот такое все пропустить? И вот в стороне... Ой, мне тоже как все красиво. Вот эти стены. Двойные стены. Башни. Львы вот эти на постаментах. Вот я сижу на этих камнях. С таким прекрасным видом. Я сама не верю, что это происходит сомневая. Как хорошо, что мы сюда приехали. Все, у кого есть возможность, обязательно едьте посмотреть на это. Вот это да! У нас не слава нет. Давайте еще пойдем вокруг. Посмотрим, что это все равно стоит. Я не могу дышать, не могу! Вот еще немножко покажу эти стили. Вот эти огромные камни. Я думала, что вот это цемент. Но Рикардо говорит, что это сэндстоун. Это какой-то песочный, песчаный камень. И вот выше уже большой кирпич. Тоже, конечно, древний кирпич. Наверное, этому замку все равно больше. Пятьсот лет. Ну а вот эти стены красные. Такое впечатление, что сделаны из застывшей лавы. А мы с Рикардо сидим среди всей этой красоты и не хотим уходить. Рикардо! Мы решили спуститься вниз вот по таким уже современным ступеням и заодно посмотреть в другую сторону этого замка. На полпути. Ну что тут говорить? Вы и сами все видите. У меня нет слов. Посмотрите, как мальчик здесь рисует. Тонкой-тонкой кисточкой рисует этот замок. Мальчик купил нам какую-то штуку. What is its name? КНАУТ. 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 Вот такая вот, похоже на склизкую такую, я не знаю, моллюску какую-то. It's fruit of some sort. На самом деле, это очень-очень вкусно. Thank you. Thank you. Мальчик. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова И вот такое чудесное завершение нашего последнего дня пребывания в Камбодже, около бассейна, с коктейльчиком, с вином. Мы с вами прощаемся из Камбоджи. Ну, завтра еще в дороге, может быть, чуть-чуть поснимаем. Но вообще, осмотр достопримечательностей на этом официально закончен. И мы с вами прощаемся. Пока! Пока-пока!